Сколько человек живёт на Земле, столько он настойчиво пытается разгадать тайну мироздания. Откуда мы взялись? Недавно всемирно известный учёный, доктор физико-математических наук Михаил Геллер с помощью математики решил просчитать вероятность случайного появления Вселенной и пришёл к парадоксальному выводу. Случайность из математических формул никак не вытанцовывается. Напротив, в основе возникновения жизни точнейший расчёт, как будто кто-то намеренно, используя компьютер космической мощности, построил модель Вселенной до мельчайшей песчинки. Каковы доказательства у сторонников этой версии? Об этом в нашем исследовании с громкоговорящим названием «Кто-то нас придумал». Вот так выглядят уникальные свинцовые рукописи, найденные на севере Иордании. Семь десятков книг, в каждой из которых от пяти до пятнадцати страниц. По оценке учёных, артефакт датируется первым веком нашей эры и принадлежит ранним христианам. Но главная сенсация в том, что в одной из книг исследователи обнаружили упоминания об Иисусе Христе и последних днях его жизни. Учёные не сомневаются, коллекция древних рукописей способна перевернуть всю библейскую историю. Ведь до сих пор никаких других документальных свидетельств существования Христа не было. Даже Евангелие написаны спустя столетия после распятия Сына Божьего. Неужели в древних рукописях скрыты истинные знания об истории человечества? И то, что мы считали мифами и легендами, на самом деле реальные исторические хроники. Сегодня иорданские свинцовые книги – главная загадка мировой истории. Учёным пока не удалось подтвердить подлинность своей находки. Однако, по мнению специалистов, подделать тысячелетнюю коррозию металла невозможно. А значит, древние рукописи не могут быть фальсификации. Теперь историкам предстоит кропотливая работа, ведь пока прочесть полностью книги невозможно. Они как будто запечатаны с двух сторон с жёсткими скобами. Однако даже то, что удалось расшифровать, по мнению библеистов, перевернёт представление о происхождении жизни Христа и прольёт свет на ещё одну загадку прошлого – предательство Иуды и смерть Иисуса. Это страницы из самой скандальной находки историков – «Евангелие от Иуды» – древнейшей рукописи, которую недавно удалось расшифровать швейцарским учёным. «Евангелие Иуды» до нас дошло в очень повреждённом виде. Значительная часть текста до нас не дошла. Она, к сожалению, была испорчена. Это целая история, по какой причине это было. Поэтому у нас, опять же, тоже такое фрагментарное представление. Иуда – единственный верный ученик. Вот в отличие от других апостолов. Невероятно, но в этом древнем документе сохранились свидетельства того, что Новый Завет и Библия были неоднократно переписаны. А значит, история жизни и смерти Иисуса была кем-то скорректирована. Но кем? Возможный ответ на этот вопрос историки обнаружили в сочинениях епископа Иринея Леонского. Там описываются события, произошедшие в 180 году н.э. Тогда на Святейшем Совете из множества рукописей учеников Иисуса были отобраны только четыре – Евангелия от Луки, Марка, Иоанна и Матфея. Есть первые три Евангелия – Матфей, Марк, Лука, которые, в общем, во многом близки друг к другу по материалу, по подходам, хотя между ними тоже есть очень существенное различие в ряде пунктов. А Евангелие от Иоанна, оно, скажем так, совсем другое. Оно представляет иную традицию и, в общем, во многом по-иному освещает многие события. Другое дело, что, понимаете, вот 2000 лет церковной традиции, они несколько приучили к тому, что, ну вот, все Евангелия, они как бы равно. Но это вот часть Нового Завета, это священное Писание, и каких-то противоречий между ними не может быть. Сегодня эти древние книги считаются единственно верными источниками, повествующими о событиях жизни Христа. Для чего были сожжены остальные рукописи? Некоторые историки считают, епископ Ириней боялся, что свет может увидеть Евангелие, которое перевернет всю библейскую историю. Но какие тайны скрыты в Евангелии от Иуды? Вот в Евангелии от Иуды, вот там как раз и указана четкая фраза, где ты должен выполнить эту роль и меня предать, потому что так необходимо, чтобы выполнить вот эту драму. Но о какой драме идет речь? Разбираясь в этом вопросе, исследователи из Гельского университета пришли к выводу, что ни в одном из ранних христианских апокрифов Иуда не упоминается как предатель. Более того, нет подобных обвинений и в новозаветных текстах. Получается, Иуда не предавал своего учителя. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, ученым требовались серьезные доказательства, которые удалось обнаружить в Каирском музее в Египте. Так выглядит собрание древних кодексов на Кхамате. Тринадцать книг являются уникальным собранием апокрифов и Евангелий разных святых, в том числе гностиков или ранних христиан. Гностики опирались на мистические учения и считали, что человеческое тело – это тюрьма. А вот здесь начинается гностическое учение, согласно которым Иисус не вычеловечивался. Что его человеческая природа была только видимостью. А на самом деле он абсолют, абсолютный логос, который пришел для того, чтобы спасти в людях только искру Божью. Исходя из этого, смерть Иисуса была для ранних христиан освобождением его души. А Иуда в этом случае описывался не как предателя, как человек, который помог учителю совершить это освобождение. Мы утверждаем следующее, что в тайне вечера Иисус дал заключительные фазы, заключительные моменты и объяснил на будущем роли каждого апостола Петру, как он должен от него отречься. Это тоже роль была. Иуде, что он должен его предать. Иуда не хотел этого признавать, он не хотел принимать эту роль. Но там обсуждались как раз вот эти ключевые моменты. Если верить древним текстам, то получается, Иисус Христос знал, что будет распят, и его смерть принесет воскрешение всем народам. Но чтобы эти события произошли, нужен был человек, который возьмет на себя тяжкий, несмываемый грех предательства. Этим человеком, по мнению историков, и стал последний ученик Христа Иуда Искариот. Более того, существуют доказательства этой, казалось бы, невероятной гипотезы. Этот древний папирус, который хранится в запасниках одного из лондонских музеев, совсем недавно привлек внимание исследователей. На нем изображен египетский бог Осирис в момент чудесного воскресения. Обратите внимание, рядом с ним висят распятые преступники. Но на рисунке их символизируют туши убитых животных. Изучая этот древний документ, исследователи обнаружили невероятное сходство с христианскими традициями изображения Иисуса в момент воскрешения. Посмотрите, древний египетский крест Анна и православный крест очень похожи. А египетский бог воскресает подобно Иисусу Христу. Осирис Христос как будто восстает из гроба саркофага. В его руках христианские кресты. А на этом рисунке изображен еще один вариант воскресения Осириса с солнечными лучами. В египетской истории о воскрешении Осириса говорится, Бог ожил после смерти, но уже не вернулся на земной престол. Академик Глеб Носовский, изучив этот рисунок, выдвинул свою гипотезу. Бог Осирис и Иисус Христос – это один и тот же Бог. Если вы почитаете те же самые египетские тексты об Осирисе и Сете, это Христос и Сатана. Сатана – это как раз тот человек, представитель того же рода, начальник ангелов, который восстал против Бога. Это на самом деле был человек. Он восстал против Христа и устроил это распятие. Но как это объяснить? Почему в истории разных народов появляются похожие сценарии? Неужели существует какой-то высший сценарий, по которому развиваются все земные события? Изучая библейские послания, исследователи древних текстов отмечают одну особенность. Во многих древних источниках, повествующих о рождении богов, есть неизменная деталь. Божествам нужно познать смерть, чтобы получить воскресение. Но чтобы это произошло, они должны испытать предательство в земной жизни. Это представление той драмы, того, что необходимо выполнить внутри каждого из нас. То есть это учение, которое предоставляется, причем в такой форме, в которой оно выражается публично в виде драмы, то есть как театр, да, в виде драмы, но при этом не разыгранное, а в реальном плане. То есть это значит, что главного учителя его должны предать, и предать распятию, и он должен физически, он должен умереть, да. И Иуда в этом случае, ему просто необходимо выполнить эту роль, потому что без этого эта драма не могла быть закончена. Судите сами, древнеегипетский бог Гор, бог Солнца в Древнем Египте. Его рождение произошло от матери Изиды. Когда он родился, загорелая звезда на востоке. Древние источники повествуют, что у Гора было 12 учеников, с которыми он путешествовал, совершал чудеса, исцелял больных и даже ходил по воде. История древнего мифа рассказывает о предательстве его братом Тифоном, после чего Гор был распят на кресте, похоронен на три дня, а затем воскрес. Чудесное воскресение произошло с Будды. Греческий Тионис, персидский бог Митра тоже прошли путь от предательства и смерти до чудесного воскресения. Получается, что в каждой религии есть свой Иуда, без которого невозможно божественное воскрешение. И об этом есть сведения. И в Египте это тот самый Аурус или Гор, как его называют, да? Об этом и в Мексике есть это Кацалькоатр, да? И так далее. Это в Индии есть это Вишну. Это он же самый. Это вот этот космический огонь, который называется Христос. И когда кто-то его воплощает, тогда он вступает в этот тяжелый процесс, в котором он должен будет достичь смерти самого себя и пройти через вот это, как сказать, ну, предательство Иуда, да? Или работу по уничтожению эгум, в котором должен быть и Юда, тоже должны быть и 12 апостолов. Ученые признают, что расшифровка некоторых древних текстов может открыть человечеству такие подробности из истории прошлого, о которых мы даже не представляли. И тогда мы сможем найти ответы на многие вопросы. Какие неизвестные знания и технологии доносят до нас древние книги? И каким в действительности был мир богов, описанный на страницах старинных рукописей? Всегда в нашем обществе на Земле существовали мудрецы, которые знали гораздо больше, чем обычные люди. И, наверное, они составляли вот эти книги, древние рукописи. Причем эти рукописи чаще сохранялись в тайне, нежели предавались огласке. Скорее всего, надо полагать, что с древнейших времен, а это не одно тысячелетие, человечество все-таки накопило определенный багаж знаний. Так выглядит венерианский календарь Майя. Изучая его, ученые были озадачены. Поэтому календарю у древнего племени год состоял не из привычных нам 365 дней, а из 240, а значит, в сутках было не 24, а 36 часов. Ученые стали искать объяснение этому странному несовпадению и решили провести эксперимент. Группу людей на несколько дней поселили в подземных пещерах. У подопытных забрали часы, и ориентироваться во времени они должны были руководствуясь исключительно собственными биологическими ритмами. Результат исследования оказался поразительным. Спустя буквально несколько дней организм всех участников эксперимента самостоятельно перестроился на такой ритм жизни, будто в сутках непривычные 24, а более долгие 36 часов. Но откуда взялась такая цифра? Если предположить, что майя не ошибались в вычислениях, то их календарь может свидетельствовать о том, что в древности суточное вращение планеты было более медленным. То есть Земля делала оборот вокруг Солнца за 36 часов. И эта информация до сих пор хранится в генетической памяти человека. Вот почему у человеческого организма до сих пор срабатывает автоматическая настройка на 36-часовой биологический ритм. Но что могло изменить скорость вращения планеты? Сегодня мы живем в пятом Солнце. То есть надо полагать, что пять различных эпох человечества уже происходило. По ведийской концепции, приблизительно каждые 200 с чем-то около 300 миллионов лет происходит смена космических эпох, Манвантар, когда на смену старому не только человечеству, старой эпохе, но и на смену старых богов и старых героев приходят новые боги, новые герои. И создается новая эпоха, но с новым человечеством. Так вот, эти Манвантары обязательно, согласно древним текстам, сменяются величайшими катаклизмами. То ли это потоп, то ли это какие-то катастрофы в истории не только нашей Земли, но и нашей Вселенной. Неужели тысячи лет назад Земля пережила глобальную катастрофу? Эту гипотезу подтверждают результаты крупнейшего за последние годы совместного исследовательского проекта НАСА и французских ученых. Проанализировав снимки, полученные из космоса, участники проекта пришли к выводу, что 25 тысяч лет назад Земля пережила масштабную ядерную войну. Судите сами, ученые исследовали более 100 кратеров по всей планете. Время, когда могла произойти гигантская катастрофа, определили с помощью изотопного углеродного анализа геологических слоев этих воронок. Можно предположить, что это следы падения метеоритов или астероидов. Однако по всем законам геологии, в астероидных кратерах должны были остаться большие скопления иридия, которые часто называют метеоритным веществом. Но как раз его-то ученые и не обнаружили. Зато нашли необычные следы расплавленного материала – тектиты. Это песок, превращенный в стекло под воздействием огромного давления и высоких температур – более 2000 градусов. Если этот поезд тектитов как раз результат бывшей ядерной войны, то в это же время находим мы огромное количество и воронок в Египте, в Аргентине, в Сахаре, в Мавритании, в Алжире, в разных местах. Как сейчас я выясняю того же возраста, большое количество воронок есть. И в Подмосковье даже у нас, это Шатурский район. Вот. Там ряд кратеров. По мнению исследователей, в результате катастрофы вода в Мировом океане пришла в движение, образовав что-то вроде водоворота, который, в свою очередь, заставил сильнее вращаться Землю вокруг своей оси. Сутки вместо 36 часов стали сменяться за 24. Но откуда на Земле взялись следы от мощнейших ядерных взрывов такой давности? И если тысячи лет назад на планете была война, то кто с кем воевал? В поисках ответов исследователи обратились к древним текстам, в которых указывается на то, что оружие принадлежало богам, летающим на своих виманах, как по небу, так и между звездами. Получается, что миллионы лет назад существовали технологии, которые современные ученые не могут разработать до сих пор. Вот так выглядел летательный аппарат, описанный в древних текстах. Виман был треугольной формой, состоял из трех этажей, имел два крыла и три колеса, втягивающихся во время полета. Управляли им три пилота. А теперь присмотритесь. В Вашингтон, 2012 год. Американское космическое агентство НАСА впервые представляет прототип принципиально нового пассажирского самолета. Треугольная форма, три шасси. Складывается впечатление, что американские конструкторы создавали свой сверхсовременный самолет по чертежам тысячелетней давности. Разработчики сообщают, что этот самолет будет отличаться от обычных пассажирских лайнеров более высокой скоростью и меньшей затратой топлива. Это стало возможным только благодаря кардинальному изменению формы. Модель носит название Х-48С. И ее уже называют самолетом будущего. Полноценная модель этого летательного аппарата появится лишь в 2025 году. Но еще пять тысячелетий назад древние жители Востока описывали точно такой же летательный аппарат, как обыденное явление. Помимо того, что они летали над Землей, участвовали в военных действиях вот эти вот летательные аппараты, очень много приводится описаний, как на них путешествовали в космосе. И описываются звезды, что когда ты улетаешь от Земли на большом расстоянии звезды, вот эти все звезды становятся огромными небесными телами. Изучая древние тексты разных народов, ученые отметили одну закономерность. Многие мифы и древние эпосы описывают практически одни и те же события, только разными словами. По мнению исследователей, объяснение этому факту может быть только одно. Мифы и легенды не просто народные выдумки, а описание реальных фактов и событий. Разница лишь в том, что народы по-своему воспринимали и объясняли все то, что происходило вокруг. Мы можем говорить уже о том, что наше человечество не первое в истории нашей Земли. И многие артефакты, многие находки, которые были сделаны и в 19-м, и в 20-м веках, говорят о том, что человечество существовало не 2 миллиона лет, и даже не 10 миллионов лет, поскольку были найдены скелеты, относящиеся к периоду времени и 50 миллионов лет назад, и 300 миллионов лет назад. Какие еще тайны человечества скрывают первые письменные источники? О каких богах рассказывают древние летописи? И как они повлияли на историю нашей планеты? Об этой книге мечтают все маги и колдуны. Ведь по легенде, в ней скрыты знания древней египетской цивилизации. Ее точный возраст неизвестен никому. Но исследователи считают, что появилась она задолго до Рождества Христова, и ей как минимум тысячи, а возможно и десятки тысяч лет. Это легендарная книга Тотта. Многие историки убеждены, что в момент зарождения египетской цивилизации жрецы и фараоны должно быть уже обладали книгой Тотта, которая по многочисленным легендам давала своим владельцам безграничную власть и могущество, процветание и счастье. В древнем Египте Тотт это был, так сказать, божество, луны, тайн, загадок и мудрости. Ну, согласно преданиям древним, Тот, значит, изобрел письменность, Тот был, так сказать, покровительствовал песцам, ученым, жрецам, путешественникам, то есть вот людям, которые узнавали какие-то тайны прошлого. В этих книгах Тотта было что? Предсказание будущего, когда произойдут какие события. Если верить преданиям, рукопись потому и обладает могущественной силой, что создал ее египетский бог счета, письменности и мудрости Тотт. В народе его называли лунным диском, так как верили, что это преемник самого главного бога солнца Ра. Вот так Тотта изображали древние египтяне в виде человека с головой ибиса. В руках он держит тростниковое перо и палетку с чернилами. По легенде, Тотт изобрел письменность и был летописцем всех собраний богов. И именно под его диктовку один из египетских жрецов записал книгу Тотта. Однако есть и другая версия. Древние тексты разных народов, они в принципе описывают один и тот же сюжет. Либо один и тот же сюжет развития нашей земной цивилизации, либо один и тот же сюжет жизни богов, которые прилетали на землю, которые жили среди людей или создавали первых людей. Сегодня многие исследователи придерживаются мнения, что до образования Древнего Египта на этой территории существовала другая, более развитая цивилизация. О ее появлении спорят, не исключая даже версию внеземного происхождения. В пользу этой гипотезы говорят многие факты. Археологи до сих пор не могут понять, как люди смогли построить гигантские египетские пирамиды. Каждый знаком с официальной версией их происхождения. Пирамиды построены ценой эксплуатации тысяч рабов. Однако согласиться с ней на 100% невозможно. Судите сами, пирамиды идеальной формы, в соотношении их геометрических элементов заложен принцип золотого сечения. Они четко ориентированы по звездам. Очевидно, что без внеземного вмешательства здесь не обошлось. Великая пирамида, если вы возьмете ее высоту и умножите ее на 432 тысячи, вы получите точное измерение полярного радиуса Земли. А если вы измерите периметр основания Великой пирамиды и умножите ее на 432 тысячи, вы получите точное измерение экваториального пояса Земли. Это не может быть случайностью, так как используется шкала от 1 до 432. Это одно из тех чисел, которые используются в мифологии и текстах по всему миру. Более того, последние исследования показали, что плиты из черного базальта, использованные при строительстве некоторых египетских пирамид и храмов, сохранили следы дисковой пилы. Однако, по мнению официальной науки, подобных технологий у древних египтян никак не могло быть. Но тогда, кто помогал древним фараонам строить египетские пирамиды? Вывод напрашивается сам собой. Все больше исследователей сходятся во мнении, что египетское государство возникло на базе древней высокоразвитой цивилизации прошлого. Более того, его основатели имели внеземное происхождение. Их, первые египтяне, и называли богами. И если эта теория верна, то бог тот был представителем внеземной цивилизации и передавал первым египтянам свои тайные знания. Верховная личность бога, как вездесущее существо, присутствует везде и всегда. Присутствовало, было, есть и будет всегда. И об этом также сказано в древних текстах. Другое дело, как мы это называем, либо верховная личность бога, либо всевышний, либо бог и так далее. Но тем не менее, мы можем говорить о том, что как устроена вселенная или как устроен микромир, эти знания мы можем черпать из древних текстов. Так в чем же заключается тайна беспредельного могущества, которую хранит таинственная книга Тотта? Известный российский исследователь и писатель Вадим Бурлак считает, что в этой книге указано точное место, где расположены уникальные перевернутые пирамиды. Во многих египетских легендах упоминается об антипирамидах. По форме и пропорциям они такие же, как и всем известные традиционные египетские постройки фараонов, только вершины антипирамид уходят вглубь земли. И если обычные пирамиды могут черпать чистую небесную энергию, то их перевернутые аналоги способны притягивать весь негатив из недр земли. Время становится вязким, как глина. Вода, жидкость, поднимается вверх в перевернутых пирамидах. Время вытворяет там совершенно непонятное, что для человека. Даже приводится такая легенда, как в 12 веке один халиф узнал от мудрецов, где находится перевернутая пирамида. обычно жрецы и знатоки древних тайн, они скрывают это от человечества, ну, чтобы не навлечь всякие проклятия и другие опасные вещи. Ну, короче, он узнал, где находится перевернутая пирамида, отправил 10 своих лучших слуг. Уж как они добрались, неизвестно, но записано так, что вернулся из 10 только один человек. Это был 16-летний юноша, но оттуда он вернулся уже дряхлым стариком через сутки. Исследователям до сих пор не удалось обнаружить ни одной антипирамиды, о которых гласят древние легенды. Однако многие историки убеждены, что найдя их, велик шанс обнаружить и священную книгу Тота, которая прольет свет на многие загадки древности. Но где может быть скрыта загадочная книга египетского бога? Или она давно уничтожена и навсегда потеряна для человечества? Средние века, когда все языческое не просто отметалось, а шла война. То есть мы не знаем сколько тысяч книг древних погибло в костре. Сжигали библиотеки, сжигали просто так книги древние скорее всего тогда назвали проклятыми книгами Тота. Но конечно они несли опасность. Поскольку в них предсказывалось будущее, описывалось и как что произойдет с человечеством через тысячи лет и как погибнет человечество. Легенды гласят, что первый раз книгу Тота сожгли сразу после магического заговора против фараона. Однако спустя время каким-то таинственным образом она снова появилась в истории древнего Египта. Теперь в руках Хануаса, сына знаменитого фараона Рамсеса Второго. Хануас, как говорится в египетских летописях, осознавал всю опасность мистической книги и велел ее снова предать огню. Однако история умалчивает, смог ли фараон удержаться от соблазна и на самом ли деле папирус, дающий могущество был сожжен. Каждое слово, каждая буква по расчетам Панина занимает в Библии свое строго определенное место. И выпадение или изменение хотя бы одного знака ломает всю эту невероятно стройную систему. Могли ли авторы Евангелии сотворить такой уникальный образец математического мастерства? Главное, что эта книга дает программу человечеству для выживания. Если бы человек вот был идеальным и шел все выполнял то, что написано в Библии, ну, я не знаю, какое бы сейчас было общество на земле и кем бы мы все были, но человек слаб, человек грешен, и поэтому заповеди которые упомянуты в Библиях, конечно, все они нарушаются. И люди бьются над загадками Библии многие уже столетия. Гипотезу математика Ивана Панина никто не может до сих пор ни доказать, ни провернуть. Но есть книга, которую ученые не рискуют даже исследовать, ведь считается, что этот древний манускрипт небезопасен для человечества. Это небольшой чешский городок Кутногора, где находится необычная часовня. Местные ее называют Косница. Все внутреннее убранство часовни сделано из человеческих костей. На изготовление одной только люстры ушли останки пяти тысяч человек. Для строительства этой церкви были использованы кости людей, которые погибли от бубонной чумы, прошедшей в Кутне в 1318 году. Эпидемия разразилась в этом городе совершенно внезапно, как будто взялась из ниоткуда, не затронув при этом жителей соседних деревень. Современники тех страшных событий, чудом оставшиеся в живых, были уверены, чуму на город наслала книга, на страницах которой хранилось самое большое изображение дьявола из всех имеющихся на земле. По легенде, эта книга, где бы она не появлялась, всюду приносила несчастье. Неслучайно древний фолиант кодекс Гигас получил второе название Библия Дьявола. Вот так выглядит Библия Дьявола, найденная в коснице в Праке. Древний манускрипт, скрытый под пули непробиваемым стеклом в Королевской библиотеке в Стокгольме. Этот гигантский фолиант весит 75 килограммов. История создания Библии Дьявола окутана тайгой. По легенде монах, совершивший страшный грех, приказал замуровать себя заживо в небольшой комнате. И чтобы искупить свою вину, дал обет написать книгу, которая будет содержать в себе все знания человечества. Послушник обещал создать самую мудрую книгу, но потом понял, что срок закончить ее не успеет. Тогда монах обратился с мольбой о помощи к дьяклу, пообещав взамен отдать свою душу. И сатана согласился. Радиоуглеродный анализ показал, что книга была написана в 1240 году. Многочисленные подчерковедческие экспертизы и анализы красок показали, что писал кодекс Гигас действительно один человек и одними и теми же чернилами на основе пчелиного воска. Однако на создание книги такого объема рукописного текста и сложности иллюстрации писцу потребовалось не меньше 30 лет. Писал монах бенедиктианец, потому что бенедиктианцы они всегда были хранителями три генометрии. То есть не было наук и до этого не было наук и не было подобных книг вообще, которые бы содержали в себе все магические и все колдовские и ведические написания в отношении концентрации зла на страницах. по содержанию кодекс дьявола как ни странно почти не отличается от обычной библии. В нем есть тексты нового и ветхого заветов. Описаны различные сцены из истории человечества. Более того, несмотря на бесчинство инквизиции, эту книгу церковь на протяжении веков бережно хранила. однако небольшая часть кодекса все-таки исчезла. Одна из самых больших загадок вокруг этой книги это восемь пропавших страниц, которых не хватает сразу после рисунка сатаны. О чем были эти страницы? И почему только они исчезли из древней книги? Некоторые специалисты говорят, что это восьмое чудо света. При этом совершенно не знаем какие предшествующие чудо света. Остальные семь. И что самое интересное, ведь восемь страниц были вырваны в этой книге. Исследователи предполагают, что на недостающих листах были описаны магические обряды и предсказания дьявола, из которых сохранились только последние строки. В них говорится о чьей-то попытке трижды захватить мир. Ученые перерыли архивы и библиотеки всей Чехии и близлежащих стран в поисках и нашли в Кельне книгу «Оракулы», автором которой был средневековый алхимик Альберт фон Больштетт. Современники еще называли его Альбертом Великим. Вот та самая фраза, которую искали ученые. «Германия трижды будет на краю победы за период равный 700 годам. Она трижды почти овладеет миром». Историки были поражены, когда соотнесли предсказания Альберта Великого с историческими событиями. Совпадение было стопроцентным. Первая попытка Великой Победы была предпринята в 16 веке, когда Карл V Габсбург был одновременно королем Священной Римской империи и Испании. Вторая попытка была предпринята династией Гогенцоллернов в 19-20 веках. И, наконец, третий раз завладеть миром в середине 20 века попытался Гитлер. Получилось, что Германия действительно за 700 лет трижды была на краю вожделенной победы. Но так ее и не добилось. Сомнений не было. Фрагмент именно этой книги сохранился в Библии Взъявного. Заинтригованные исследователи изучили и другие предсказания средневекового ученого. Среди уже сбывшихся пророчеств полет человека на Луну. В далеком 13 веке, когда человечество не имело ни малейшего представления об электричестве, он предрек его появление, предсказал изобретение огнестрельного оружия, автомобилей, летательных аппаратов и даже роботов. В 2080 году по предсказанию Альберта Великого человек полетит на Марс. А в 2280 из океана поднимется Атлантида. Через тысячу лет после смерти Альберта Великого ангелы будут сходить с неба как в допотопные времена. Новые острова встанут из океана. Странный древний остров покажет вершины свои из гор и вод за Геракловыми столбами. Это было последнее предсказание Альберта Великого, написанное за несколько дней до его смерти в 1280 году. В начале 20 века католическая церковь признала его учителем церкви и канонизировала. Какая еще информация о прошлом и будущем скрыта от наших глаз? И откроются ли человечеству эти тайны? Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Тайное общество девяти неизвестных, чем-то напоминавшее современные научно-исследовательские центры. Общество состояло из девяти величайших индийских ученых и мудрецов, задачей которых было собрать и систематизировать все научные знания, полученные из древних священных рукописей. Каждый из девяти неизвестных написал по одной книге, посвященной той или иной отрасли научных знаний. Деятельность общества проходила в обстановке строжайшей секретности. Предание гласит, что царь Ашока, набожный буддист и убежденный противник в войн, отлично осознавал, какой силой обладают знания, и не мог допустить их использования ради разрушения и войн. Несколько книг было посвящено таким фундаментальным знаниям, как природа солнечного света и природа электричества. А также природа гравитации и антигравитации. Одна книга была посвящена различным средствам связи, не только земным формам связи, но и космическим внеземным формам связи. Еще одна книга была посвящена психологии и воздействию на массовое сознание, не только сознание человека, но и массовое сознание общества. Научные сведения, которыми располагали девять неизвестных, даже по современным меркам кажутся невероятными. Так, одна из книг была посвящена преодолению гравитации, созданию в земных условиях искусственной невесомости. Другая посвящена сверхмощному оружию, имеющему много общего с современными разработками в области ядерных и психотронных вооружений. Еще одна книга содержала подробное описание и чертежи летательных аппаратов, позволявших древним авиаторам не только подниматься в воздух, но и совершать межпланетные перелеты. Заключительная книга была посвящена социологии, законам развития общества, эволюции общества, развития общества и социальной жизни человека. Вот эти все книги, по легендам, были составлены учеными, специалистами в результате сбора всех знаний, которые располагало человечество на тот момент. И, как вот согласно легендам, это общество, оно существует и по нынешний день. Упоминания об этих трудах встречаются во многих древнеиндийских письменных источниках. Но ни одну из этих книг так и не удалось обнаружить археологам. Предположительно, некоторые книги до сих пор хранятся в монастырях Тибета и Индии. И, разумеется, буддийские ламы сделают все возможное, чтобы эти знания никогда не попали к представителям современной цивилизации. Пока они не будут к этому готовы. Мы думаем, что история развивается только вперед, то есть прогрессируя. Но мы знаем, что история – это спираль. И история знает свои взлеты и падения. То есть наступают иногда вслед за развитием темные века, как говорили раньше, провалы, человечество отбрасывается в своем развитии. Многие изобретения, мудрости, знания, они превращаются в какие-то клады нереализованные. То есть и предстоит, конечно, и расшифровывать, и смотреть, что можно использовать. Ведь мы не можем прокладывать дорогу в будущее, не зная хорошо нашего прошлого. А мы наше прошлое еще очень плохо знаем. Все больше исследователей сходятся во мнении, что человечество еще не готово принять все знания предыдущих древних цивилизаций. Именно поэтому о некоторых книгах, содержание которых обещают открыть перед нами невероятные возможности, мы до сих пор только слышали, но никто не мог их найти. Быть может, кто-то охраняет человечество от знаний, к которым мы еще не готовы. Ведь если книги, хранящие в себе опыт всех цивилизаций прошлого, попадут к нам в руки раньше, чем мы до них, что называется, дорастем, вред от них будет несоизмеримо больше пользы. Ну и, пожалуй, небольшая ложка научного дегтя в гипотезу о том, что раз кто-то могущественный нас придумал, то и будем мы существовать на радость создателю вечно. Оказывается, не совсем так. Палеонтологи из Чикагского университета, изучая древние отложения, пришли к выводу, что каждый биологический вид имеет свой период существования. Предельный возраст человеческой цивилизации, по их подсчетам, 2 миллиона лет. После этого, как бы ни был умен и продвинут человек, он естественным образом отмирает, как биологический вид, а вместо него рождается что-то другое. Ну а если учесть, что большую часть своей жизни мы, человечество, уже прожили, никакого светлого завтра нашим далеким родственникам и потомкам не светит. И еще полмиллиона годков, и, пожалуй, гейм-овер. Ну а теперь, после всех безобразий, которые вы сейчас увидели, так сказать, уравновесим карм. В этой книге «Великие тайны великих людей» вы найдете достойные примеры служения и Родине, и науке, и человечеству. Это новый совместный проект программы «Военная тайна» издательства Эксмэр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова